Лучших из лучших отметили за весомый вклад в развитие региона. Накануне были вручены нагрудные знаки «Человек-года» специалистам различных сфер. Торжественное мероприятие состоялось в спортивном комплексе «Жик-Пежек». Отличившимся по итогам года награды вручил Аким области Асхат Шахаров. Подробнее в материале Жасана Жалбакова. В ходе церемонии с приветственной речью выступил глава региона. Он подчеркнул положительные результаты, достигнутые в выходящем году. 2023 год стал успешным для нашего региона. Мы сохранили положительную динамику социально-экономического развития. Построены значимые объекты, отдаленные села обеспечены газом и питьевой водой. В следующем году у нас ждет масштабная работа. Средства областного бюджета будут направлены на решение самых актуальных вопросов. Основная цель – обеспечение дальнейшего экономического развития региона и повышение благосостояния населения. После этого Асхат Шахаров вручил государственные награды отличившимся по итогам года гражданам. В частности, ордена Курмет Еренинбега Ишшин, нагрудные знаки Маднец Ласан СДГ и Ембек Ардагире. А вот звание жил СДГ было присвоено Актибинскому и Синскому центру, футбольному клубу Актубе и региональному университету имени Кудайбергена Шубанова. Наш коллектив очень благодарен и рад признанию за получение номинации «Лучшие предприятия года». Я думаю, что это логическое продолжение нашей работы, которую мы проделали на протяжении всего 2023 года. Конечно, 2023 год для всех нас был непростым, был очень ответственным. При этом он был полон больших надежд, больших планов, большой трансформации и, конечно, проживными проектами. Мы можем прежде всего говорить о том, что по результатам выигранных грантов наш университет вошел в десятку самых лучших десяти вузов нашей страны. То есть нас уже выбирают талантливые люди нашей страны, талантливые молодые люди. Более того, в плане науки мы можем сказать, что за последние три года динамика такова, что финансирование науки выросло в семь раз. Это говорит о том, что наши ученые становятся конкурентоспособными на уровне республики. Кроме того, в 2023 году на базе учебного заведения был открыт филиал британского университета Херриот Уотт. Это его третье представительство в мире после Объединенных Арабских Эмиратов и Малайзии. Это очень сильный технический груз в Великобритании. Прежде чем к нам прийти, они тоже изучали нас, изучали наш потенциал. И мы с ними наладили такое хорошее сотрудничество, в результате которого мы приняли 300 студентов, которые в результате обучения получат два диплома. Один диплом технического вуза британского, второй диплом Жубанов университета. Конечно, данный проект для нас является некой моделью трансформации всего нашего вуза и будет таким хорошим показателем для всей страны. Все четыре года студенты находятся у нас, обучаются у нас. Языком обучения является английский язык. Но у всех наших студентов есть возможность на один семестр поехать в один из филиалов этого университета. Это либо в Дубае, либо в Малайзию, либо в Эдинбург. Это в рамках их программы Global называется. Звание «Человек года» получил учащийся Актюбинского автодорожного колледжа Роберт Мефтахиддинов. Отмечены за выдающиеся способности на конкурсе WorldSkills Kazakhstan 2023. По компетенции обслуживания легковых автомобилей, получается, там участвовало 20 человек. Ну, среди них я занял первое место. У меня, получается, занимался ремонтом двигателя, агрегатов, коробка передач, также электрочасть автомобиля, диагностика. Я с детства занимаюсь. У меня папа, получается, с детства привлек к этому. Мне это очень понравилось. Я следил с детства за ним. Ну, и в итоге дальше начал сам по себе увлекаться этим автомобилем. В следующем году конкурс WorldSkills состоится на международном уровне. В нем будет принимать участие победители республиканских конкурсов. Среди них есть и Роберт, у которого большие планы на будущее. Дальнейшим хочу развиваться в этой сфере. Получается, хочу стать профессиональным автосервисом по всем направлениям. И диагностика, и слесарная работа, получается, полностью в этой сфере углубиться. В дальнейшем дальше открыть свой бизнес, автосервис. Этот год был успешным для многих, отличие из деятелей искусства и спортсмены. Этот год был очень продуктивным. В особенности можно выделить прошедшие азиатские игры, где я стал обладателем золотой медали. Азиада прошла успешно именно для каратистов, потому что от Казахстана поехали 8 участников и все вернулись с медалями. У нас 3 золота, 3 серебра и 2 бронзовые медали. В первом бою было очень сложно, прежде всего в психологическом плане. Надо было удачно стартовать. Второй бой прошел значительно легче. В финале был готов на 100%. Выиграл бой досрочно 8-0. Соперник тоже был неплохой, очень сильный. Выше ростом из Иордании. В прошлом году на чемпионате Азии я ему проиграл в полуфинале со счетом 7-4. Наша школа Жерши-Ер-Едеге благодаря упорству достигла такого результата, я считаю, потому что ребята получили более 50 грамот в различных соревнованиях. Это республиканские областные конкурсы, которые проходили в Уральске, Атарау, Алматы и Астане. Думаю, за счет этого наша школа и получила такое признание. Уверен, что это только начало. Мероприятие по подведению итогов года продолжат с праздничной концертной программой. Рассан Жалбаков, Душан Жасланов, Руслан Ельтаев, телеканал Актубе.